К моменту смерти вокалист группы Alice in Chains был физически и эмоционально искалечен наркоманией и настолько изолировался от общества, что не существует общедоступных фотографий этого периода. В этом ролике вы узнаете, какими были последние 12 месяцев его жизни. Согласно Guitar World, в 1997 году Лейн Стейли приобрел квартиру в оживленном университетском районе Сиэтла. Она станет домом певца на следующие пять лет, вплоть до его смерти. Тем не менее, за последний год жизни Стейли в этой квартире почти никто не навещал его, и он сам редко уезжал. По большей части, Лейн жил невероятно замкнутой жизнью в течение года, предшествовавшего его смерти. Ситуация усложнилась до такой степени, что те несколько раз, когда люди видели его, это было заметное событие, которое они ярко запомнили. Согласно памятному посту в Facebook от бывшего соратника Тима Бранома, перепечатанному в Alternative Nation, в конце концов почти никто не мог связаться с Лейном. Он не открывал двери и не отвечал на звонки. Он жил в кондоминиуме прямо на глазах у всех в университетском районе. Он весил всего 36 кг с небольшим, и его здоровье было очень плохим и постепенно ухудшалось. Были сообщения, что он ходил в Toys R Us, чтобы купить игры, и возвращался домой, но всегда делал это в одиночку. Было хорошо известно, что Лейн Стейли был любителем видеоигр и часто пропадал, чтобы поиграть во время сеансов записи Alice in Chains. В книге Грега Пратта, Гранж мертв, его мать Нэнси описала его как помешанного на видеоиграх, а Тед Дойл из знаменитой сиэтлской группы TAD описывает, как группа Alice in Chains пригласила его в коллектив в автобус для туров, чтобы поиграть в видеоигры и послушать музыку. Однако, как и многие вещи, которые, казалось, сделали его счастливыми, видеоигры стали для Стейли бегством от реальности и способом сосредоточить внимание на том, что не слишком сильно влияло на его эмоции. В профиле группы в журнале Rolling Stone было описано, как Лейн исчез, чтобы поиграть в игры, в то время как его товарищи по группе занимались диким автомобильным спортом под названием баскетбол на электромобилях. Говорят, что рок-звезды, злоупотребляющие наркотиками и часто ведущие себя вызывающе, думают, что будут жить вечно, но не Лейн Стейли. К концу своей жизни он не только остро осознавал, что употребление наркотиков испортило все, что его окружало, но и то, что ему осталось жить недолго. В своем последнем интервью аргентинской журналистке Адриане Рубио за несколько месяцев до смерти Стейли признался, что знает о своей скорой кончине. Он был процитирован в интервью, позже переданном MTV, «Я знаю, что умираю. У меня не все хорошо. Не пытайся говорить об этом моей сестре Лиз. Она узнает об этом рано или поздно. Я знаю, что я близок к смерти. Я употреблял крэка героин в течение многих лет. Я никогда не хотел так закончить свою жизнь. Я знаю, что у меня нет шансов. Слишком поздно» Возможно, самое печальное в этом то, что чувство безнадежности Лейна заставило его еще больше изолироваться и оттолкнуть даже тех, кто его любил. В интервью он сказал, «Я знаю, что сделал все, что мог, или то, что считал правильным. Я изменил свой номер. Я больше не хочу видеться с людьми, и это никого не касается, кроме меня» Многие слушатели, не связанные с этим направлением, утверждали, что гранж движения приукрашивают употребление наркотиков, продвигая идею о переплетении искусства и зависимости через тексты песен и растущую концепцию героинового шика, которая была популярна в 90-х. Но последнее интервью Лейна Стейли показывает, что он больше не употреблял героин ради удовольствия, а просто делал это потому, что был настолько зависим от него, что не мог остановиться. Он сказал в интервью, опубликованном в Blubbermouth, «Это ебанное употребление наркотиков похоже на инсулин, который необходим диабетику для выживания. Я не принимаю наркотики, чтобы получить кайф, как многие думают» Именно поэтому у Стейли вызывало отвращение влияния героина на его жизнь, и он не хотел, чтобы поклонники Alice in Chains думали, что это круто, говоря, «Я никогда не хотел, чтобы публика одобряла это ебанное употребление наркотиков. Моя печень не функционирует, меня все время рвет, и я срусь в штаны» Возможно, самой близкой к Лейну Стейли за 12 месяцев до его смерти была его мать, Нэнси МакКаллум, которая всегда была рядом со своим сыном и помогала ему в поиске лечения от его зависимости. Нэнси даже работала в лечебном центре в день смерти Стейли, и именно её вмешательство привело к тому, что полиция нашла тело певца. Согласно интервью, которое она дала Seattle Times, Нэнси работала за стойкой регистрации в реабилитационной клинике в тот день, когда Лейн скончался. Она даже планировала встретиться с одним из руководителей, чтобы наметить новый курс лечения для своего сына. Затем ей позвонил его бухгалтер и сказал, что Стейли снял большую сумму денег несколько недель назад, и с тех пор о нём никто не слышал. Нэнси бросилась к нему в квартиру, и когда Стейли не ответил, обратилась в полицию. Во многих отношениях Нэнси по-прежнему преследует зависимость сына. Наркоманы и фанаты постоянно присылают ей письма, но она также считает тексты Лейна на эту тему полезными и пророческими. Она сказала, что это то, о чём была его музыка, о жизни наркомана. Он решил писать об этом, петь об этом и посвящать свои выступления именно этому. Это было предупреждением. – Мы пишем о себе, потому что мы знаем о себе. Когда здоровье Лейна Стейли ухудшилось, его стало куда меньше интересовать общение или записи со своей группой. Тем не менее, люди, которые видели, как глубоко он погрузился в свою зависимость, утверждали, что, пускай Стейли и выглядел ужасно физически, он часто был тем же улыбчивым, беззаботным парнем, которого они помнят. Согласно интервью с отчимом Стейли Джимом Элмером в книге Дэвида де Соли, Элис и Чейнс, Нерассказанная история, Лейн, казалось, был в приподнятом настроении, когда оказывался рядом с другими, даже в конце своей жизни. Он улыбался, был разговорчивым, так что существовал хороший признак того, что ему становится лучше, либо он пытался показать, что ситуация улучшается, а не ограничивается фразой типа, «Мы потеряем его через пару дней» или вроде того. Джефф Гилберт, редактор сиэтлского музыкального журнала The Rocket, сказал, что, когда Лейн подошел к нему на улице ближе к концу своей жизни, он физически выглядел плохо, но, казалось, был в приподнятом эмоциональном состоянии. Он выглядел как 80-летняя версия самого себя, и это было пугающе. Но ему все же удавалось улыбаться, и время от времени вы видели этот маленький проблеск прежнего Лейна. По мере того, как Лейн Стейли все больше и больше увлекался героином, многие из его окружения начали рассматривать его как замкнутого человека с трагичной судьбой, но у его семьи остались теплые воспоминания о певце. В профиле Стейли из Seattle Times его мать Нэнси сказала, что её последние воспоминания о сыне – это то, как он держал на руках своего племянника, когда навещал семью в феврале 2002 года. Она сказала, «Я видела Лейна в День Благодарения 2001 года и ещё раз во время Дня Святого Валентина, когда он пришел посмотреть на новорожденного ребенка своей сестры. В последний раз, когда я видела Лейна, и на последнем фото, которое у нас есть, он держит младенца Оскара» К сожалению для фанатов, эта последняя фотография никогда не была опубликована. Тем не менее, Нэнси особо отмечает, что пускай её сын стал замкнутым, его не оставили те, кто его любил. Он никогда не оставался без любви своей семьи и друзей, которые заполнили его автоответчик и почтовый ящик сообщениями и письмами. То, что он был изолирован, не означает, что у нас не было приятных моментов с ним. Лейн Стейли планировал записать гостевой вокал на песню с альтернативными металлистами Taproot для их альбома 2002 года Welcome. Уникальный звук группы, стакката ритмы, ритмичные риффы грув, чередование гортанных и гармонизированных чистых вокалов сделали альбом идеальным для такого приглашенного исполнителя, как Лейн Стейли, и, согласно книге Alice in Chains, нерассказанная история, Стейли с энтузиазмом относился к записи вокала, пускай он и попросил продюсера Тоби Райота прийти одному, потому что он не выглядел и не чувствовал себя хорошо, и не хотел, чтобы его видели. К сожалению, последнее вокальное исполнение Стейли так и не было записано, пускай он и был заинтересован в этом проекте вплоть до самой смерти. Согласно заявлению бывшего барабанщика Taproot Джареда Монтегю, мать Лейна сообщила группе, что, когда он умер, у него была демо-версия трека Taproot в проигрывателе компакт-дисков. В 1988 году Лейн Стейли познакомился с Дэмри Пэрротт, моделью, которая со временем стала иконой стиля гранж. У Дэмри была внешность, которая, казалось, определяла музыкальную эпоху – она обладала красотой девушки из маленького городка, с яркими глазами, круглыми щеками и вьющимися волосами. Согласно книге Alice in Chains, нерассказанная история, это была любовь с первого взгляда. Вскоре они обручились, но в конце концов расстались примерно в 1994 году. К тому времени Дэмри также пристрастилась к героину. 29 октября 1996 года она скончалась из-за воспаления сердца, вызванного предыдущей передозировкой. Когда первый басист Элис in Chains, Майк Старр, тусовался со Стейли за день до его смерти, это был последний раз, насколько могли судить друзья и семья Стейли, когда кто-либо видел певца живым. Лейн рассказал, что недавно видел Дэмри в своей квартире. Музыканты смотрели шоу Пересечения с Джоном Эдвардом, в котором Медиум утверждал, что разговаривал с мертвыми родственниками зрителей, когда Стейли сказал, «Дэмри была здесь прошлой ночью. Мне плевать, веришь ты или нет, чувак. Я тебе говорю, Дэмри была здесь вчера вечером» Согласно книге биографии, мать Дэмри, Кэтлин Остин, слышала историю Майка Стара и считает, что ее дочь посетила Стейли, чтобы быть рядом с Лейном, когда он выполняет переход в другой мир. Басист оригинального состава Элис in Chains, Майк Старр, провел день перед смертью Лейна Стейли, в свой день рождения, зависая с певцом в его квартире в университетском районе. Время препровождения было неоднозначным. Согласно книге Дэвида де Солы, Лейн был в плохом настроении и поссорился с Майком из-за того, что он употреблял бензодиазепин. Пожалуй, самой трагичной частью этого было то, что басист, обеспокоенный внешним видом Стейли, попытался позвонить в службу 911, но певец отказался. Выступая в феврале 2010 года в эпизоде Love Line, Майк сказал, «Я был с ним весь день в свой день рождения, пытаясь сохранить ему жизнь. Я даже спросил его, могу ли я позвонить в 911, и он сказал, что если я это сделаю, он больше никогда со мной не заговорит. Конечно, я не знал, что он умрет, иначе бы я точно позвонил. Я бы предпочел, чтобы он был жив и не разговаривал со мной, чем потерять такого великого человека, отличного друга и просто великую личность. Каким же великим человеком он был» Официальная дата смерти Лейна Стейли была объявлена 5 апреля 2002 года, однако его тело было обнаружено только 19 апреля, через две недели после того, как певец скончался от передозировки кокаином и героином. По сообщению Сиэтл Уикли, полиция была вынуждена взломать дверь квартиры после того, как мать певца вызвала их. Сцена, которую они там обнаружили, была ужасающей – коричневые пятна героина, ведущие из ванной в гостиную, тайники с кокаином и крэком по всему дому, включенный и мерцающий телевизор. Тело Стейли прямо сидело на диване. Он был ростом 183 см, но весил всего 39 кг, а в руке был заряженный шприц. В токсикологическом отчете было обнаружено, что в крови певца были морфин, кодеин и кокаин. Его смерть была признана случайной. Лейн Стейли был ярким примером рок-н-ролльной трагедии, звездой, чей невероятный талант и креативность были прерваны зависимостью, которая в конечном итоге вышла из-под контроля. Но каким-то образом из истории Лейна появляется свет надежды для артистов, оказавшихся в таком же положении. Как сообщает Seattle Times, вскоре после смерти Стейли его мать Нэнси начала получать пожертвования и письма от фанатов со всего мира, борющихся с зависимостью. Она сразу заметила, «У меня нет волшебных ответов. Я просто пытаюсь утешить людей» Она основала Фонд памяти Лейна Стейли, который помогает людям, страдающим зависимостью, платить за лечение. По данным терапевтической службы здравоохранения, которая управляет организацией, Нэнси рассматривает фонд как средство партнерства с Лейном на следующем этапе его работы. Он был очень честен с людьми в отношении последствий употребления наркотиков, призывая их не идти по его стопам. Эти послания были в его песнях, и они находили отклик у поклонников. – Я думаю, что выяснили, что выяснили, что выяснили, что выяснили, что выяснили, что выяснили, что выяснили. Если у вас или у ваших знакомых есть проблемы с зависимостью, то это серьезно. Позвоните по телефону доверия горячей линии по вопросам наркомании и алкозависимости 8 800 700 50 50.